Вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Программа «Утро на Болткоме». Олег Пек, Александр Шунин в студии. Номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Если вы хотите с нами связаться, прислать вопросы нашему гостю. А сегодня с нами на прямой связи официальный представитель Государственного департамента США Андреа Каллан. Здравствуйте, госпожа Каллан. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. О, действительно, у меня улица родного города в окне за вашей спиной. Большое спасибо, что согласились поучаствовать в нашем эфире. Конечно же, в латвийской столице продолжается встреча министров иностранных дел НАТО. Вчера премьер-министр Криши Нискаринш также встречался с госсекретарем США Энтони Блинкиным. Они обсудили ряд вопросов безопасности в регионе и двустороннее сотрудничество. В том числе латвийский премьер призвал США усилить присутствие США в Балтийском регионе. Скажите, пожалуйста, готовы ли, во-первых, Соединенные Штаты к этому? И для чего это нужно обеим странам было бы? Ну, во-первых, я хочу сказать, что это так приятно быть здесь, в Риге. Это такое хорошее место для проведения этих встреч. Так нравится снег. Для меня это необычно. Я техасский человек, так что это вызывает радость. И это просто создает очень хорошую атмосферу. А для нас нефть необычна. Что необычна? А для нас нефть необычна. У нас нет нефти его. Извините. Да, спасибо за приятные слова. Но если вернемся к тему. Так хорошо, что госсекретарем Линкен имел возможность вчера встречаться с президентом Латвии и с коллегами в НАТО. И, как вы сказали, как вы знаете, эти разговоры продолжаются сегодня. И госсекретарем Линкен подчеркивает вчера и продолжает это говорить, что для нас эти альянсы очень важны. Очень важны, что министры иностранных дел стран НАТО имеют возможность сегодня встречаться, обсуждать разные вопросы. В том числе безопасность и в Балтийских странах, в Европе, в Транско-Атлантическом регионе. И США намерены делать все, чтобы была стабильность и безопасность в этом регионе. Да, но именно усиление присутствия США в Балтийском регионе, к чему это может привести? В чем оно может выражаться? Какой сигнал? Ну, понятно, что больше американских военных. Какой сигнал это будет для той же самой России? Это какой-то предупредительный шаг? Это попытка защититься от некой агрессии? Соответственно, возникает вопрос, стоит ли нам опасаться, нам, жителям Латвии, в том числе, агрессии со стороны России? Ну, мы, Соединенные Штаты, видят и следят за то, что происходит со стороны России. Мы видим вот это масштабное перемещение российских войск у границы Украины. Также видим ситуацию на границе с Балтийских стран, и с Польшей, и с Белоруссией. Так что следим за ситуацией и будем сотрудничать с нашими партнерами. Именно из-за этого очень важно, что они имеют возможность встречаться и обговорить все. Сказать точно, какие шаги дальше будут, нам нужно ждать. Сегодня будет пресс-конференция, в итоге встреч, и, возможно, что-то будет более известно после этого. Но самое главное, что все страны НАТО имеют возможности провести вместе совместные учения, усилить свои готовности, чтобы обеспечить безопасность в регионе, в их странах. И вот именно из-за этого альянс важен, что мы защищаем друг друга. Именно я знаю, что ваш вопрос, как конкретно, какие шаги будут. Нам нужно ждать итоги встреч сегодня. Госпожа Карлана, скажите, может ли в наши дни произойти прямая агрессия одной страны против другой, ну вот учитывая все-таки вот эти сдерживающие факторы международного права? Можно повторить вопрос? Может ли произойти в наши дни прямая агрессия одной страны против другой, вот, ну, учитывая, как бы, и общественные мнения, и вот какие-то международные организации, которые контролируют ситуацию? Вот как вы рассматриваете вероятность того, что такая агрессия может произойти? Не могу предсказать, что будет в будущем. Мы можем смотреть, что мы делаем сейчас, в данный момент, чтобы усилить совместную, ну, усилить наши альянсы, усилить, как мы можем работать вместе, чтобы преодолеть эти угрозы. Потому что угрозы и вызовы существуют, это, и это, о чём они разговаривали вчера и будут обсуждать сегодня. Но вот наше дело, чтобы эта система, эти альянсы существовали, чтобы они были очень крепкие, чтобы предотвратить любые угрозы, которые будут в будущем. Напомню, с нами на связи официальный представитель Государственного департамента США Андрея Каллан. Андрея находится в Риге, что особо приятно. Госпожа Каллан, буквально вчера один из депутатов германского Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койте, высказываясь об Украине, сказал, что он бы не приветствовал членство Украины в НАТО, поскольку Украина, по его словам, вынудит Североатлантический альянс развязать конфликт с Россией. Каково, в принципе, положение сейчас дел с Украиной? Планирует ли альянс действительно включить и Украину в свою, так сказать, семью? Соединённые Штаты поддерживают решение НАТО о том, что и Украина, и Грузия станут членами НАТО. И они сегодня присоединяются в разговорах на министерской встрече. Существует дорожная карта, по которой они могут стать членами НАТО. И опять США приветствуют шаги НАТО, чтобы в эту сторону. И это так хорошо, что они сейчас являются партнёрами, потому что и Украина, и Грузия могут участвовать в совместных учениях и усилить свои возможности защищать себя. Так что вот это наша позиция. И хорошо, что они присоединились к разговорам сегодня. Президент США Байден выразился о сдерживании России и Китая, о том, что вот это будет политической стратегией Соединённых Штатов Америки. Могли бы вы пояснить, в чём будет выражаться это сдерживание? Потому что это такое слово, которое вызывает разное толкование. То есть в чём оно может выражаться? Во-первых, как насчёт России, президент Байден и госсектор Плэнкен всегда говорили, что США хотят, чтобы наше отношение с Россией было стабильным и предсказуемым. И из-за этого у нас ряд встреч. И президент Байден встречался с президентом Путиным в июне в Женеве. После этого были встречи и в Москве, и в Женеве, и в Вашингтоне. Обсудим разные вопросы. Но вот нам нужно, чтобы было больше разговоров между нашими странами, чтобы наше отношение было стабильным. Я сама работала в Москве, в нашем посольстве. Знаю, как наши дипломаты очень упорно работают, чтобы создать отношение между нашими странами. И будем дальше работать в этом направлении. Господин Ренкевич заявил, что НАТО и ЕС должны дать чёткий сигнал, что ответ на угрозу суверенитету Украины будет дан политическими и экономическими средствами. Вы можете помочь нам расшифровать, о чём может идти речь, что это за средства, что за ужесточение санкций? Мы не предвидим санкции, так что я не могу сказать, что может быть. Могу сказать, что санкции существуют, чтобы страна или человек, чтобы страна меняла своё поведение, чтобы меняла, как ведут себя. И именно из-за этого санкции существуют. Никто не любит ставить санкции, просто чтобы санкции были. Это потому что страна ведёт себя в каком-то мере, и из-за этого они положены. Так что какие будут или если будут, не могу сказать. Но опять хотим, чтобы отношения были стабильными и предсказуемыми. И надеемся, что мы можем продолжать наши дискуссии, разговоры и с нашими партнёрами, коллегами, и со всеми странами, чтобы это было. Напомню, мы беседуем с официальным представителем Государственного департамента США Андрея Каллан. Госпожа Каллан, говоря о санкциях как методе воздействия, нельзя не привести в пример Лукашенко, который отреагировал на ужесточение санкций простыми словами, мол, хорошо, ребята, раз вы против меня ужесточаете санкции, тогда я перестану сдерживать беженцев, и они таким широким потоком, широкой рекой польются в Европу. И мы сейчас в итоге имеем кризис на границе Белоруссии и Польши. Настолько ли санкции в 21 году, 21 века являются таким действенным методом сдерживания неких режимов? Я не могу комментировать на действия или слова Лукашенко, но могу сказать, что хорошо, что вы напомнили ситуацию в Белоруссии, потому что это вот как он использует эти уязвимые люди в своих политических целях, это просто, это очень сложно видеть. И я думаю, что мы все это видели по интернету, по телевидению, и это просто США, госдапартамент, мы призываем Лукашенко не использовать этих людей таким образом. И смотрим очень, смотрим, что происходит сейчас в Белоруссии, потому что уже почти 900 политзаключенных находятся в тюрьмах в Белоруссии. Журналисты не могут сделать свою работу, потому что они боятся, что из-за какого-то блога, из-за того, что они пишут в интернете, они могут попасть в тюрьму. Так что следим, и нужно, чтобы Лукашенко открыл, чтобы он начал говорить, вести диалог с гражданским обществом, и чтобы были наконец-то открытые и свободные выборы в Белоруссии. Но при этом остается ли в глазах Соединенных Штатов Америки Лукашенко легитимным президентом, поскольку большие сомнения в результатах прошедших выборов, не были ли они сфальсифицированы, подтасованы. Вот этот вопрос. Опять, нужно, чтобы провели свободные и справедливые выборы, потому что эти выборы, которые мы видели, явно не были свободными и справедливыми. Из-за этого люди вышли на улицу, из-за этого и студенты, и учителя, и врачи вышли на улицу, чтобы их голос был услышан, потому что во время этих выборов их голос явно не был услышан, что нужны новые выборы, свободные при наблюдении области. Тем не менее, признает ли кто-то Лукашенко действующим президентом или не признает? Он себя признает таковым, он себя объявляет лидером и народа, и Беларуси, как политического образования. Наш латвийский президент Эгил Левиц недавно заявил о том, что нечего с ним, я имею в виду, с Лукашенко разговаривать ни на тему вот этого миграционного кризиса, ни на остальные вопросы. Позиция Госдепа США какова по этому вопросу? Стоит ли вести прямой диалог именно с Лукашенко? Когда вы говорите о диалоге, нужно, чтобы говорить о диалоге между Лукашенко и гражданским обществом, потому что это сложно говорить о диалоге с международным обществом, когда Лукашенко даже не может, не открывает диалог с гражданским обществом внутри Беларуси. Так что первым очередем нужно, чтобы он открыл диалог с гражданским обществом, и что все эти политзаключенные были освобождены, и чтобы были свободные и справедливые выборы. Вы несколько раз упомянули, что и Соединенные Штаты, и блок НАТО надеются на стабильные и предсказуемые отношения с Россией. На ваш взгляд, я имею в виду, как официального представителя Госдепа, есть ли сигналы, какие-то предпосылки к тому, что риторика и действия России как-то могут поменяться под вот этими попытками политического и экономического воздействия? Во-первых, то, что нам нужно, чтобы было это стабильное и предсказуемое отношение, нужно, чтобы мы больше разговаривали друг с другом, чтобы наши дипломаты могли бы работать. Сейчас это очень сложно, потому что, может быть, вы знаете, наше посольство в Москве, но там работает очень мало дипломатов. Это из-за того, что Министерство иностранных дел России ставили условия, чтобы не были, чтобы уменьшили штаб работников в Москве, и чтобы там не работали граждане России. Так что, вот я, опять я сказала, что я там работала четыре года назад, когда работала в посольстве, там было больше тысячи сотрудников, а сейчас остается 10% из-за того, что было, когда я работала в посольстве. 10%. Представляете, если в один прекрасный день какой-то магазин или компания нужно было сократить штаб до 10%, это очень сложно делать эту дипломатическую работу. И нам именно нужно провести эти разговоры, делать эту работу, чтобы было это стабильное и предсказуемое отношение с Россией. Госпожа Каллан, вы прекрасно говорите по-русски, и вот ваше появление в том числе в блогах, в соцсетях США по-русски. Я помню прекрасно то время, когда люди в Советском Союзе слушали радиоприемники «Голос Америки», «Немецкую волну», «Би-Би-Си», для того, чтобы узнать, быть в курсе событий, что происходит в мире. И их глушили, и вот через эти заглушки буквально мы слышали эту информацию. Как вы оцениваете сейчас уровень информированности населения России о происходящем в мире? Насколько важно доносить информацию до людей такими способами? Ситуация, конечно, печальна, то, что ради свободы вынуждены были уехать из России, и чтобы так много независимых голосов были заглушены, что они не могут вещать новости внутри России. Вот именно из-за этого у нас США по-русски, чтобы наша позиция США была там открыта открыта для всех, чтобы все могли бы видеть. И призываем России дать возможности для независимых СМИ делать свою работу. Это очень важная работа. И не только независимые СМИ, тоже общественные организации, как мемориал, который сейчас закрывается. Это нужно, чтобы журналисты и эти организации работали, чтобы освещать информацию, чтобы люди имели информацию. Так что будем надеяться, что ситуация меняется. И я просто все мои коллеги, знакомые, все журналисты, которые работают и освещают информацию. Я просто их обожаю. Они делают колоссальную работу. Спасибо. Я так понимаю, это относится в том числе и к нам. Очень приятные слова. Андрей, у нас остается не так много времени в эфире. Началось множество комплиментов в адрес нашего города. Скажите, учитывая плотный график саммита, удалось ли что-то посмотреть в Риге? Что понравилось? На что обратили внимание? Ну, конечно, у нас очень много работы, и пока мало было возможно видеть. Я погуляла по городу ночью, первую ночь, когда снег шел, и было так красиво, парки очень красивые. И надеюсь, что сегодня будет возможность пойти слушать органную музыку немножко в 12 часов. Я слышала, что идет органная музыка. Да, это обязательно нужно сделать. Это прекрасно. Очень маленький концерт, 20 минут, по-моему, всего. 12 часов, пикало, но это... Вам повезло на него попасть, это большая редкость. Оно действительно того стоит. Да, я об этом слышала, и надеюсь, что успею. Что ж, огромное спасибо. Мы благодарим за участие в нашем эфире официального представителя Государственного департамента США Андрею Каллан. Еще раз спасибо, что были с нами. Приятного завершения дел, и прогулки, и наслаждения музыкой. Возвращайтесь в Ригу летом, у нас и летом тоже хорошо. Будем ждать вас в гости. Обязательно. Всего доброго. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. Мы прервемся на несколько секунд, после чего у нас в гостях будет снова наша большая подруга космического масштаба астропсихолог Наталья Бушурова. Выслушайте Радио Болтком. Редактор субтитров А.Семкин